Адамсов, чем тыкать в нас вот таким вот графоном, например. Наверное, единственное... Графон! Майнивны, с вами, всем привет! И сегодня с реакцией на видео с канала Уголок Акера, называется Но как менялась Уэнсдэй, эволюция семейки Адамс, ситком, провалы и Нетфликс. Уэнсдэй сейчас на диком хайпе, я вспоминаю, тут ее танец, там такая, ту-ту-ру-ту-ту, под хэнс, 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 там, дэнс, 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 да, я это знаю, Даже меня-то затронуло, хотя я не сижу в тиктоке. Вот такие вот дела, настолько это популярно, по даме. Сериал Уэнсдэй взорвал интернет-пространство. Ну, сам сериал еще не смотрел, хотя я хочу, у меня мама его смотрела уже, говорит, хороший. Какой путь прошла Уэнсдэй Адамс? Что было в старых фильмах и сериалах про семейку Адамс? И к чему мы пришли? Сегодня мы во всем этом разберемся, не отходите далеко. Я вас найду. Всем массовый здрев. Привет. Похоже, наше интернет-пространство было знатно атаковано. О, да, не знаю, как у вас, но лично у меня все рекомендации повсюду забиты танцем Уэнсдэй, что, честно говоря, меня просто поразило. Уэнсдэй на данный момент это третий по популярности англоязычный сериал Netflix. На исполнительницу главной роли Джену Арты... Окей, остальные топ-2. Ну, наверное, топ-1 или топ-2 это очень странные дела, скорее всего, мне так кажется. А еще один какой? Что я сейчас не могу в голове сообразить. Ну, точно не Ведьмак. Ведьмак настолько хороший, как сериал. Игра отлично, сериал отвратительный. Веку за 10 дней подписалось 10 миллионов человек в Инстаграме. Ну, да. И все это отличный повод поразмышлять, как все к этому пришло. Было бы круто охватить весь путь Уэнсдэй Адамс, но, к сожалению, по семейке Адамс выходило слишком много всего. У меня просто физически не хватит времени посмотреть все, а на поезд хайпа хочется все же запрыгнуть, хотя наверняка, как всегда, все равно не успею. Короче, я решил рассмотреть именно живые итерации странного семейства, а в случае сериалов сконцентрироваться конкретно на первой серии. Но, думаю, для начала нужно все же уточнить, что изначально Уэнсдэй Адамс появилась в карикатурных зарисовках художника Чарльза Адамса, который... На самом деле, как же круто, сколько оно пережило итераций, это классно. И что до сих пор сама идея живая. Да, возможно, очень сильно поменялось, но это круто, что память об авторе живет. Ну, это классно, не знаю. Тамого начала были пропитаны черным юмором. Сложно объяснить, да? Правда, на тот момент у Уэнсдэй даже имени не было вот такой вот неуважения. Вот с этого рисунка, где продавец пылесосов пытался продать свой товар странной семейной паре в полуразрушенном особняке, все и началось. На момент публикации картинки у этих двоих даже не было имен. Но именно здесь зародилась семья, которая со временем стала только разрастаться. Уэнсдэй и остальные долгое время жили исключительно в мире зарисовок. Но все изменилось в 60-х годах, когда на телевидении вышел первый эпизод ситкома «Семейка Адамс». Именно здесь у Уэнсдэй появилось имя, которое переводится как «Среда». По сути, это отсылка к строчке в детской песенке «Понедельный ребенок». Тот, кто в среду был рожден, горьким горем будет полным. Сейчас трудно осознавать, насколько сериал про Адамсов перевернул представление о семейном продукте. Фриковатая семейка и сейчас довольно знатно выделяется. Что уж говорить о 60-х, где мама и папа... Блин, какие нестилевые на самом деле, блин. То оно стильное время, стильное время было. До сих пор вылет-то очень стильно. ...по зачастую были показаны осуществальными болванчиками, держащими себя в максимально строгих рамках. А вот мать и отец Адамс никогда не стыдились показывать свою любовь и страсть к друг другу. Что уже для некоторых зрителей своего времени казалось мини-революцией. И так, первым эпизодом ознакомятся с семьей через инспектора образования, что добирается до Адамсов, чтобы сообщить тем, что их дети не появляются в школе. Хорошо, у вас дома, Уэнджи. Нам нравится. Сэр и неуютно. Гомес поясняет инспектору, что их чадам не нужна школа. Они и сами справляются с получением знаний. И вообще, зачем заводить детей, чтобы потом сбагрить их непонятно кому? Ну вообще, звучит более чем разумно. В конечном итоге Адамсов все же уговаривают отправить детей в место образования. И пришедшая оттуда Вэнсдей устраивает настоящую истерику. Ведь там ее слишком впечатлили сказки братьев Гримм. Как они могли писать такие жуткие истории? Безумцы, жестокие садисты, варвары. Сплошное насилие. Никакой школы. Отлично, сэр. Ну хорошо, мы спасем своих детей. Ну как же остальные? И это довольно забавная, возможно, отчасти неосознанная сатира. Семья в доме, в которой происходит та еще жесть, реально переживают из-за каких-то там книжек. Удивительно, но оглядываясь на реальность, по сути, с тех пор ничего и не изменилось. Семьи все так же обвиняют в детских... Нет, это классно. Блин, на самом деле до сих пор и эта старая озвучка, на самом деле надо будет когда-то посмотреть какой-то старый сериал, вот эта озвучка еще, поностальгировать. Потому что в этом что-то есть, такой дух своего времени. В бедах кого угодно, компьютерные игры, интернет. Блин, было бы время. Оказывается, замечательно, что творится у них самих подносов, к чему имеют отношение непосредственно они. Впрочем, наверное, такая параллель все же не особо уместна. Ведь как раз таки с родителями, младшим Адамсом явно хорошо. На удивление, несмотря на возраст, мне очень даже зашел этот эпизод. Да, тут хватает немного дурацкого юмора, типа персонаж путает дверь на выход и дверь в кладовку, в связи с чем мы слышим зашкаливающий закадровый смех. Но, как ни странно, главное достоинство сериала тут даже не юмори. Здесь отлично в рамках одной серии показывают всю суть Адамсов. Они могут казаться странными и жутковатыми, но при этом они по-настоящему любящая семья. Да, возможно, взрывы поездов и метания ножей не покажутся кому-то признаками здоровой ячейки общества. Но скажите мне, многие так называемые нормальные родители могут искренне расщедриться на такие слова. Мартише, нельзя давать детей в школу, я с тоски зачахну. Кстати, судя по всему, именно семейка Адамсов была первой семьей на телевидении, что имела домашний компьютер. Да, он может показаться слишком ковоздким, зато... Да нормальный комп в дотку пойти и поиграть сойдет. Он включает в себя дым-машину для эстетического наслаждения, а не как признак того, что комп нужно сдать в ремонт. Семейка Адамс прожила два сезона и вернулась спустя 10 с лишним лет в виде полнометражного фильма «Хэллоуин с семейкой Адамс». Это кино могло привести к возрождению сериала, но, к сожалению, фильм аудитории не зашел. По признанию актера, что играл Ларча, мало кому вообще нравилась эта идея, и он сам согласился на съемки только из-за гонорара. Так еще и актриса, что играла бабушку Адамс, не смогла повторить свою роль из-за болезни, и ее пришлось заменять, что тоже влияло на восприятие. По иронии, единственная цветная версия классических Адамсов выглядит беднее, чем черно-белый предшественник. Черно-белый выглядит намного стильнее, потому что тогда черно-белое кино было более качественное, то есть там есть свет. Но это, знаете, мне кажется, когда... Это для нас так уже кажется. Простите, запинаюсь, что-то, наверное, пошло надо было спать вообще, а не всю ночь сидеть за компьютером. Ну, мне свет дали, я хотел посидеть пока со светом. Суть в том, что, видите, какая резкая тут картинка до сих пор, сколько времени прошло, и насколько все четко, все видно, и сколько эти полутона играют. А в цветном, видите, как, гляньте. Но в 90-е годы семейка возродилась. Блеклая. Забавно, но та искра, что зашкала семейка Адамс. Вновь была музыкальная тема сериала. По легенде, однажды кинопродюсер Скотт Рудин напел эту песню в машине, и его стремительно поддержали коллеги. Он понял, что Адамсов все еще многие помнят. И пора им, наконец, вернуться на большие экраны. Фильм «Семейка Адамс» 1991 года строился на том, что в семью возвращается давно потерянный брат Гомеса Фестер в исполнении Кристофера Ллойда. Но на деле, все это часть коварного плана, чтобы отжать деньги семьи. Нам показывают, что это фальшивый Фестер, а потом выясняется, что это все же реальный Фестер, у которого просто была амнезия. С этим связана забавная штука. По изначальному сценарию с Фестером было не особо все понятно. И уже на съемках было решено обыграть все в конкретную сторону. Скорее всего, вам покажется это наилучшим вариантом. Но, как по мне, показать, что даже самозванец проникся странной семейкой и почувствовал среди них себя родным, тоже могло быть неплохой идеей. Что же касается нашей Уэнсдэй Адамс, то со временем она точно не растеряла своего цинизма. Дорогая, а где твой костюм? Я серийный маньяк-убийца. Они ничем не отличаются от обычных людей. Как и желание приносить боль своему брату. Развитие технологии явно пошло Адамсом на пользу. Если раньше рука под названием вещь просто периодически вылезала из специальных отверстий, то теперь она могла полноценно бегать. Сцена, где речь пытается на пальцах объяснить Гомесу, что происходит, выглядит особенно очаровательной. Ну и кто же забудет танец «Мамушка»? Мы пляшем мамушку. Нас научила плясать ее наша казацкая родня. Блин, в детстве я реально считал, что это настоящий древнерусский танец. Спустя два года вышел сиквел под названием «Семейные ценности семейки Адамс». И как по мне, вторая часть уделывает оригинал. В первом фильме все слишком было завязано на фигуре Фестера. Да, он крутой персонаж, но вся эта усложненная линия с тем, настоящий он Фестер или нет, забирала слишком много внимания себе. А тут помимо линии персонажа Ллойда и няньки, что пытается развести его на деньги, а потом убить, есть шикарная линия Уэнсдэй и Паксли, которых отправляют в лагерь. И вот этого контраста столкновения «Семейки Адамса» обычных людей мне не хватало в первой части. Там семейка в основном находилась в пределах своей атмосферы и не шибко выходила из зоны комфорта. Или же дискомфорта в их случае. Тут вообще явно поднялся уровень общей жести. Когда рождается новый ребенок, один из старших детей должен им... Точно? Такова традиция. Вы вообще можете сейчас себе представить сюжет, где два ребенка будут пытаться убить своего новорожденного брата? А тут с этим нет никаких проблем. Но вообще, судя по тому, что я вижу, навряд ли что-то в принципе может ему навредить. Ну и насколько это удивительно наблюдать в фильме намеки, которые ты раньше вообще не улавливал. Все эти годы я следил за тобой и Мортишей. Я был так счастлив за вас. Но должен признаться, я также и ревновал. Я мечтал, что когда-нибудь что-нибудь может быть и для меня. Есть же рука. Знаю, знаю. Но мне хочется большего. Лёд! Есть же рука. И на Гомос не стеснялся выдавать базированные знания для жизни. Первая часть для меня это Адамсы, которым немного тесно в том сюжете, что им выдали. А здесь я вижу более искреннее пиршество чего-то чудного. Увы, но зрители явно не были со мной согласны, и вторая часть провалилась в прокате. А мы знаем, что происходит с киносериалами, которые пришли к провалу, но всё ещё имеют за спиной узнаваемый бренд. Да, выходит дешёвый телефильм, где меняют большинство актёров. И не дай боже вам сразу после прошлых частей запустить кино под названием «Воссоединение семейки Адамс». В первую же минуту вас встретит вот такой вот прекрасный хромак, который скорее всего... ...то стремительно отобьёт желание смотреть дальше. Хотя я бы не сказал, что всё совсем плохо. В фильме, безусловно, есть забавные моменты. Это же этот, который играл... Он мне напоминает «Один дома», «Два», он же играл кто-то, не «Консьержа». А кого он играл? В отеле. Ну, вы помните, короче, вы поняли. Бедная вещь. Ну, как я мог забыть? Ведь у тебя в машине всегда морская... Пожди, я перемотал, что ли, с учётом? Ну, совсем плохо. В фильме, безусловно, есть забавные моменты. О, бедная вещь. Ну, как я мог забыть? Ведь у тебя в машине всегда морская болезнь. Сама завязка истории не безинтересная. Дедушка и бабушка Гомеса становятся слишком нормальными, что сильно беспокоит семью. И Адамсы пытаются найти путь исцеления. Да, это может напомнить второй фильм, где младший Адамс тоже подхватил излишнюю нормальность. Но ладно уж. Можно простить, ведь наверняка тут будет что-то интересное. Если первый полный метр про Адамс обдавал нам танец мамушку, то здесь нам показывают, как Гомес побеждает своего родственника в теннис. Какая скука. Да, ведь ради именно такого креативного пиржества мы исходим в истории про семейку Адамс. Неужели это нельзя было как-то интереснее обыграть? Я понимаю, что у режиссера явно был копеечный бюджет, но, по-моему, честнее при таком раскладе было бы снять что-то чисто в карты поиграли бы. Камерное, типа классических серий Адамсов, чем тыкать в нас вот таким вот графоном, например. Графон! Тормально, ребята. Творце в фильме, который посчитали удачным, это актриса Николь Фуджера в роли Уэнстей. К чему оскорбление? Уладим это как цивилизованные люди, жестокостью и бессмысленным насилием. Только она перекочевала в следующий проект с готичной семейкой под названием Новые приключения семейки Адамс. Мы Адамсов семья, мы семейка Адамс, злотная нам помена, уж их так родные. А я это тоже видел вроде бы. И для меня этот сериал значит многое. Именно благодаря этому сериалу я и познакомился с семейкой Адамс. Ну если не считать эту игру на Денди, которую я никогда не мог пройти. Возможно для многих это звучит кочунственно. Но когда я первый раз смотрел фильмы 90-х, мне даже было как-то некомфортно от того, что там актеры не из этого сериала, вот настолько я к ним привык. И как же сериал смотрится сейчас? Честно говоря, в начале меня малость выбесили подобные эффекты, на которые я в детстве как-то и не обращал внимания. Нет! Нет! Вот это спецэффекты, ребята, нормально, да? Это стиль. Создалось ощущение, что я смотрю какую-то детсадовскую буфанаду. Да и этот бесящий кривляющийся голос дядюшки Фестера в оригинале еще сильнее усугублял восприятие. Это самое интересное, которое я никогда не видел! Кренейки! Но если пройти через вот эти элементы, первая серия отлично показывает, в чем суть Адамсов. По сюжету двое грабителей банка врываются в дом семейки и удивляются их поведению. В начале, думая, что перед ними какие-то лопухи, они берут Адамса в заложники, а они не против. И пытаются помогать у них деньги, но реакция на происходящее продолжает вызывать у них недоумение. Убойные каникулы, отличный фильм. Советую. Советую. Сами сдаются полиции, лишь бы уйти подальше от этой стрёмной семейки. По мне, это отличное представление персонажей. Смешное взаимодействие между героями, которые будто бы совсем из разных миров. Ну и посмотрите на это прекрасное спальное место вещи. Разве не прелесть? Если все же помнить, что это ситком, который не может позволить себе что-то слишком глобальное, новая семейка Адамс, это довольно добротное зрелище. Но, видимо, пришло время Адамсам выходить за пределы ситкомов. Уэнсдэй это сериал, который настолько заполонил ленты пользователей интернета, что неизбежно возникает вопрос, а стоит ли он такого внимания к себе? И вот тут есть о чем поговорить. Первое, что вам нужно принять, так это то, что Уэнсдэй это не классическая семейка Адамс. Это не ситком. Это просто история про Уэнсдэй, отдельного персонажа. Мне кажется, это не просто все так. И сейчас вышел сериал про Уэнсдэй, он взорвал, возможно, возможно, мы дождемся про другого какого-то персонажа, или, возможно, даже про всю семейку. Тут эта смесь Гарри Поттера. Почему ты всегда в центре событий, какая бы гадость ни случилась? Мне очень повезло. Почему, когда что-нибудь происходит, вы трое всегда рядом? И любого подросткового сериала с детективной линией. Ну и да, тут есть персонажи семейки Адамс. Более того, тут не стоит ждать от персонажа Уэнсдэй чего-то совсем уж аморального. Если меня не подводит память, самый одиозный ее поступок за сериал, это то, что она закинула пираньи в бассейн в первой серии. Но, как по мне, все это неплохо. То, что работает в ситкоме, вовсе не работает так же в истории, где есть какая-никакая драма, эпичность и линия расследования. Перемены органичны самому медийному продукту. Есть еще одна возможная проблема. Есть мнение, что Уэнсдэй, как героиня, это так называемая Мэрис Ю, которой удается все и вся. И знаете, я не то чтобы против вот таких сцен. Да, мы первый раз видим Уэнсдэй с луком, и она вообще взяла и уничтожила. Она сразу хороша. Но, по крайней мере, нам говорят, что она тренировалась до этого. И данная информация подается с какой-то шуткой. Это вам не унылая, Рей Скайуокер? А вот с чем у меня реально проблема, так это со способностью Уэнсдэй наблюдать экстрасенсорные видения. Вот здесь я уже чувствовал откровенную лень сценаристов, которые просто сделали для истории сюжетный элемент, который упрощает распутывание... Ну да, ну это... Условность, наверное, скорее. Плохо это или нет, честно, я не смотрел еще сериалы. Я не могу сказать плохо. Внешне сериалы мне нравятся. Симпатичные, симпатичные актеры. Вроде бы классная украинская озвучка, кстати, великолепная. Я посмотрел там, как она... Для героини. Но буду честен, главная суть сериала вообще не в этом. Главная героиня в исполнении актрисы Джены Артеги безумно харизматична. Казалось бы, большую часть сериала находит с каменным лицом, но делает это так, что глаз не оторвать. Сериал использует обаяние героини на полную катушку. Да она даже почти в каждом эпизоде носит новый наряд. Видимо, чтобы угодить всем возможным фит... Даже таким. Если вас в принципе не отторгает образ саркастичной девушки с черным юмором, то обаяние героини и красивая картинка перебьют вам и не самую изощренную детективную линию, и местами не самых интересных второстепенных персонажей. Это хороший сериал, как по мне, но точно не выдающийся. Не стоит завышать план ожиданий. Это неплохо. Однако вынужден признать, если ты... Для Ж и хороших сериалов это очень хорошо. На самом деле, очень мало выдающихся сериалов. Для меня выдающийся сериал, но буду честен. Для меня это очень странное дело. Мне очень он нравится. Ну уж очень. Прям я от него дико кайфую. Вот лично для меня он такой. Там какие-то сезоны, например, Игры престолов. Допустим, тоже для меня выдающийся. Но опять же, не финал. А вот определенные сезоны. Честно, давно смотрел, но в свое время я прям захлебывал смотрел. Но были сериалы, которые я посмотрел. Классные, прикольные, но... Ты смотришь на оригинальных Адамсов, ты веришь, что это реально чудная, фриковатая семья. А вот здесь Адамсы и Уэнсдей, в частности, больше выглядят как герои, переживающие подростковый период, где ты пытаешься строить из себя кого-то из разряда не такой, как все. Эмоции скользкая дорожка. Она ведет к чувствам, вызывает слезы. А я не плачу. И все же, как по мне, хорошо, что Адамсов начали двигать сторону каких-то новых форм, которые пускай и походят на другие произведения. Наверное, сейчас интерес к этим персонажам переживает новую жизнь. Пускай стартом к этому для многих и стал завирусившийся танец под песню, которой даже не было в самом сериале. Это реалии современности и никуда от них не деться. Ну а с вами был Акр, пишите свое мнение в комментариях. Не забывайте, что вы можете вводить на бусте в эти времена, когда... На самом деле, хочется посмотреть сериалы и как-то теперь захотелось и старые сериалы посмотреть. Не буду ничего обещать ни себе, ни вам. Не знаю. Возможно, никогда не посмотрю, но кто знает, кто знает. Ребята, ссылка на регионал в описании. Приходите, подписывайтесь на канал Уголовка Акра, обязательно. Также подписывайтесь на мой канал. Мне было очень приятно. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok